Здравствуйте! В эфире программа «День города» в студии Мария Рудая. Коротко о главных темах выпуска. Обещали, но не сделали. Яма на Пушкина год спустя по-прежнему на своем месте. Права и обязанности, что должен знать каждый потребитель. Служба Отечества, курсанты радиоуниверситета приняли присягу. Год прошел, а дорога в таком же убитом состоянии. На улице Пушкина у дома номер 39 образовалась большая яма. После того, как ее фотографию с надписью «Я плачу налоги», где дороги растиражировали СМИ, яму засыпали щебенкой. Такого ремонта хватило ненадолго. Подробнее в сюжете Дины Исляевой. Ровно год назад автолюбители, живущие на Пушкина, обвели яму белой краской и оставили послание. На вопрос, где дороги, ответ получили довольно быстро. Яму засыпали, асфальт менять не стали, просто заделали. Ремонт весной сошел вместе со снегом. По таким ямам, конечно, плохо очень ездить. Лучше бы их заделали побыстрее. Этим летом яма еще увеличилась в размерах, а рядом с ней появились выбоины. Ширина сейчас измерим метр десять. Глубина точно больше 15 сантиметров. Это яма. Человек, который не знает о ее нахождении, в дождь точно может оставить колесо. Любовь хоть и опытный водитель такси, но по таким улицам, как Пушкина, ездит очень осторожно все, потому что одна из поездок уже влетела в копеечку. Ужасно. Просто ямы, конечно, у нас, я не знаю, тут уже столько раз этих колес поменяли. Я ехала на машине в дождь, не на этой улице, а на Пожалостино. Яма, я вообще не знала даже, что она там есть. Ну, как бы уже привыкли, где какие ямы, но про ту яму я не знала. В итоге у меня повредился диск и бампер. Засыпет ли яму в этот раз, неизвестно, но если дорогу не приведут в порядок, в этом году, в следующем летом, здесь вообще будет невозможно проехать на легковой машине, даже на низкой скорости. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Охранник просит осмотреть сумку или требует оставить вещи в камере хранения. Знакомая ситуация. Такие просьбы все чаще повторяются, несмотря на то, что, казалось бы, покупатели и сотрудники знают свои права и обязанности. Где искать правду и куда обращаться, если ваши права в магазине все-таки нарушают. Алина Арсланова часто ходит в магазины шаговой доступности. Студентка признается, что всегда ищет различные скидки акций на продукты, чтобы сэкономить. Но иногда привлекательная цена товара на полке магазина значительно возрастает на кассе. Мне неудобно и отказываться, потому что и очередь, и время у людей отнимать. Но, с другой стороны, все-таки должна же быть какая-то ответственность у персонала рабочего за то, что у них происходит в зале. На вопрос, почему так происходит, отвечают банально, что цена старая. Подобная ситуация лишь одна из многочисленных. Сотрудники магазинов пренебрегают правами покупателей, пользуясь тем, что многие потребители их просто не знают. Нужно ли класть свои вещи в ящик хранения? Обязательно, я думаю. Администрация магазина несет ответственность за вещи? Нет, я думаю, не несет. У них своих-то проблем полно. Как часто пишут, что не несет. На самом деле, должны не нести. Что делать, если охранник просит вам показать сумку вашу? Ну, обычно не должен требовать, если только произошла сработка вот этой металлической рамки, тогда он может посмотреть то, что не было ничего ли украдено. Не показывать. Не имеют он на это права? Нет. Для того, чтобы избежать неприятных ситуаций в магазине и не быть обманутыми его недобросовестными сотрудниками, необходимо знать следующее. Вы имеете право не сдавать свои вещи в камеру хранения, делая это, вы заключаете с магазином договор о хранении, а заставить вас заключить его, как и любой договор, никто не вправе. Магазин несет ответственность за вещи, которые находятся в камере хранения, несмотря на объявления администрации, которые говорят об обратном. Охранник магазина не имеет права требовать показать содержимое вашей сумки. Досмотр личных вещей может совершать только полиция. Охранник может предъявить к вам претензию только в том случае, если сработала магнитная рамка или факт кражи зафиксировали камеры наблюдения. Вы имеете право заплатить на кассе ту сумму, которая указана на ценнике, несмотря на любые оправдания сотрудников магазина. Вы можете не платить за вещь, которую вы разбили или испортили неумышленно. Оплату с вас могут требовать только в том случае, если сотрудники смогут доказать, что вы сделали это специально. Вы имеете право требовать сдачу. Покупатель не обязан отправляться на поиски разменных денег по просьбе продавцов. Это забота магазина. Вы можете вернуть просроченный продукт. Для этого необходимо предъявить товарный чек. В ином случае доказать то, что вы купили товар именно в этом магазине, будет крайне сложно. Также вас не имеют права не пускать в магазин с детской коляской и запрещать фотографировать товар в личных целях. В случае нарушения ваших прав вы можете обратиться в органы Роспотребнадзора или полиции. Также не помешает ознакомиться с законом о защите прав потребителей, на которые, как и на Конституцию, вы можете ссылаться в случае нарушения ваших прав. Ана Малистова, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Часть городского пейзажа или свидетельство о начале ремонтных работ. Все выходные рязанцы задавались таким вопросом, проходя по площади Ленина, где наблюдали забор прямо у памятника. Своими догадками они делились в соцсетях. Как выяснилось позже, на площади Ленина началась реконструкция. Главная цель – улучшение пешеходной зоны. Подробности у Алексея Нилова. Авторы проекта реконструкции называют главные недостатки текущего состояния площади Ленина. Это маленькая пешеходная зона, неудобное расположение переходов и хаотичное парковочное пространство. В планах уменьшить ширину проезжей части от светофора до памятника Ленину. Автомобилистов не должно это задеть, так как улица Горького будет продлена и появится развилка. Примечательно, что будет восстановлен исторический облик площади на состоянии 19 века, когда она называлась Хлебной. Мы решили узнать, как относятся рязанцы к идее реконструкции и перепланировки площади Ленина. Строят и через год все ломается. Город должен наш как-то более усовершенствоваться, выглядеть красиво. Для меня привычно то, что сейчас есть. Это правильно, потому что там в европейских странах, в европейских городах, там есть пешеходные площади. В России это редкость достаточно, почему бы не сделать здесь. Пока работы только начались и нельзя еще сказать, правильно ли все было спланировано. Остается только ждать и надеяться, что будущий облик площади понравится пешеходным, водителям и историкам. Алексей Нилов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Служу России. Именно такие слова произнесли курсанты военной кафедры и учебного военного центра Рязанского радиотехнического университета. Обычные ребята стали настоящими воинами, которые теперь будут стоять на страже своего отечества. Подробности далее в сюжете. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России. Этот торжественный и в то же время ответственный день стал отправной точкой в дальнейшей судьбе курсантов Рязанского государственного радиотехнического университета. 120 человек приняли присягу на верность Отечеству. Сейчас все они проходят сборы в военных частях Рязанского гарнизона и Московской области. Сейчас проходят учебные сборы. Учебные сборы – это завершающий этап обучения по программам военной подготовки. Они здесь в полевых условиях работают на образцах техники военного назначения, выполняют учебные стрельбы на полигонах и выполняют тактические нормативы на тактическом поле. Присягу приняли курсанты военной кафедры и учебного военного центра. Последний является полноценным аналогом военного училища. Он готовит офицеров для службы по контракту. Курсанты военной кафедры проходят обучение по двум программам. Офицер запаса с присвоением звания лейтенант и зачислением в запас. И с 2014 года проводится военная подготовка по программе солдат запаса с присвоением звания рядовой и зачислением в запас. Таким образом, любой студент очной формы обучения может на конкурсной основе пройти военную подготовку и отдать тем самым долг Родине. После чего он не будет подлежать призыву на срочную службу. В добровольном порядке выпускники кафедры могут пойти служить по контракту. Однако, какой бы путь студенты не выбрали в ВУЗе, их всегда ждут для дальнейшего обучения. Конечно, мы их у себя ждем, ждем в магистратуре. У них есть определенные привилегии при поступлении в магистратуру. Тем, кто прошел военные сборы и закончил обучение на военной кафедре. И потом, после магистратуры, имея первичное офицерское звание лейтенанта, те, кто выберет для себя путь службы в вооруженных силах, в силовых структурах, у них будет очень хорошая стартовая позиция. Путь у всех ребят разный. Кто-то действительно продолжит учиться, кто-то станет кадровым офицером. Стоит отметить, что в учебный военный центр ведется целевой набор. Здесь ребята осваивают специальность радиоэлектронной системы и комплексы. После чего получают звание лейтенанта и заключают контракт на три года с Министерством обороны. Я сегодня поклялся на верность Родине и считаю, что я выполнил свой самый серьезный долг за всю свою жизнь. Я отдал свою жизнь отчизне. Буду доблестно защищать. Конечно, эмоциональный день, потому что твой ребенок принимает присягу. В армию служить офицером. Для меня это давно уже хотел. Трогательно, торжественно. Изначально семья военная, поэтому выбрал именно военные специальности. Присяга – событие действительно торжественное. Здесь и слезы на глазах родителей, и надежды на будущее. А самое главное – желание служить Родине. Идет солдат по городу, по незнакомой улице, и от улыбок девичьих вся улица светла. Мария Рудай, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Информационные технологии в действии. Кабельная сеть в России развивается и даже претерпевает качественно новый скачок. Инновационные технологии, новый сигнал и главные проблемы кабельных каналов в нашем следующем материале. Под Рязанью прошла крупнейшая конференция операторов кабельных сетей провайдеров России «КИТ-2018». В ней приняли участие более 320 делегатов. Программа состояла из трех отдельных конференций на одной площадке. Среди мероприятий прошел круглый стол по теме блокчейна, на которую приезжают участники из всех регионов Российской Федерации. В основном из крупных операторов связи и компаний, активно закупающих компьютерное и связное оборудование. Наши операторы узнают о каком-то оборудовании, которое стрессоустойчиво, дает лучшую полосу интернета, позволяет показывать лучший сигнал телеканалов. Сейчас, например, есть технологии, которые могут рекомендовать зрителю программы на разных телеканалах, которые ему могут быть интересны. В течение пяти дней участники делились опытом. Помимо технических и интеллектуальных новинок, присутствующие поделились самыми актуальными проблемами. Сейчас, конечно, для всех операторов самая главная проблема – так называемый закон Яровой. Потому что, даже если опустить все детали его противоречия Конституции, для операторов большая проблема закупить оборудование, которое им навязано. Оно стоит огромных денег, до половины бюджета годового оператора, того, что он зарабатывает. Несмотря на то, что на конференции были представлены самые новые разработки, их уже можно использовать для улучшения качества сигнала и картинки. Некоторые крупные сетевики не упустили возможность воспользоваться данными девайсами. Конференция проводится с 2013 года и стала доброй традицией, которую ждут с нетерпением. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город». День семьи, любви и верности отметили в загородном клубе «Садик детства». На импровизированной сцене на свежем воздухе дети приготовили для своих родителей творческие номера. В красивейшем месте Рязанской земли, где пейзажи завораживают взгляд, расположен «Садик детства». Здесь прошел праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. Дети подготовили для своих родителей увлекательный концерт. В нем приняли участие ребята, отдыхающие в летнем лагере, который работает в «Садике детства» уже четвертый год. Даже самые маленькие постарались порадовать своих мам и пап. Мы шумные, но классные, мы дочки и цветочки. Мы лодики, мы садики, мы маленькие цветочки. В увлекательных конкурсах и викторинах с удовольствием принимали участие и дети, и родители. Мама, держа в руках символ праздника и чистоты, полевую ромашку, приготовленную специально для выступления руками детей, исполнили танец. Песни, танцы и стихи звучали в этот вечер в «Садике детства». Воспитатели подготовили программу таким образом, что в празднике принимала участие вся семья. Улыбки на лицах стали символом такого доброго Дня семьи, любви и верности. Перед началом праздника родители разместили на специально подготовленном импровизированном дереве сердца. Семья – это самое главное в жизни. Эти сердца символизируют нашу любовь к детям. Все родители прикрепили от себя каждое сердечко. Это, в общем, символ нашей любви к детям. Это прекрасная традиция. Хорошо, что она набирает обороты в современное время. Воспитанники садика детства все как один. Рассказали нам о дне семьи, любви и верности. День семьи, любви и верности, праздник, он нужен, чтобы открыть праздник семьи. Нужен, чтобы радоваться и веселиться. Семья – это мама, папа, я, бабушка, дедушка и мои все предки. Мама, папа, дедушка, бабушка и сестра. Семья собирается вместе. Всегда всем весело. И этот праздник символизирует любовь в семье, которая так нам важна. Ведь в семье мы родились, растем, продолжаем расти, увеличиваем эту семью. Семья – это часть нашей большой жизни. В рамках дня семьи, любви и верности прошло награждение самых активных воспитанников лагеря и садика детства. Но и остальные не остались без внимания. Подарки получили все. Сначала любовь, потом семья, и потом только эта бесконечная верность друг к другу. Именно так сложилось и у нас с вами. Мы с вами встретились, полюбили друг друга. У нас получилась такая огромная дружная семья. И мы на протяжении многих лет верны друг другу. В завершении праздника прямо на асфальте расцвело ромашковое поле. А воздушные шары белого и желтого цветов взмыли ввысь выше неба. Это стало символом той любви, которую родители дарят своим детям. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv и в социальных сетях. А я на этом с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство. В коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте Караси62.ру Природа. Ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 52-53-54. Субтитры создавал DimaTorzok